ПЕСНЯ Он засомневался, и за это сомнение он не вошел в землю обетования. Читаем историю из Библии о преданности. В книге Руф рассказывается о муже и жене по имени Елим, Милех и Наимин, которые были иудеями. Они погинули в родной город Рифлеен и с двумя сыновьями переселились в другую страну. Кто читал книгу Руф, знает эту историю, потому что в их стране был Волон. Они ушли в другую страну, Елимин и Лех умер, и Наимин с сыновьями осталась в новом доме одна. Вскоре сыновья женились на женщинах той страны, которые звали Орфа и Руф. Через 10 лет сыновья тоже умерли. Так Наимин потеряла мужа и обоих своих сыновей, и решила вернуться в свой родной город Рифлеен. Она думала, что ее снохи, они же были не иудейки, а не там, куда они ушли во время голода. Они были не местные, были из других земель, они там были свои родственники, жили, да, супер, двоюродные братья там. И так как мужей нет, они свободны, да, вы знаете, что по закону женщина может, или мужчина, если супруг умер, можно второй раз жениться. То есть они могли остаться, еще достаточно молодые женщины, могли там выйти замуж, новую семью создать, потому что нет, все умерли. А они могли остаться в родной своей стране, где есть там их близкие, может быть, кто-то. И ничего не имела против этого, чтобы снохи остались в той стране. Снохи, то есть мужья, сын, ой, жены, сыновей. Она была не против, чтобы они там остались. Но Эмин сказала двум снохам своим, пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да да, слава Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа. И поцеловала их. То есть она их благословила, идите в свои дома, вернитесь, вы еще молодые, выйдите замуж, у вас будут мужья, поцеловала их и отпустила. А она уже, старенькая женщина, решила вернуться в свою родную страну. Но они подняли вопль. Что такое вопль? Крик. Крик, да, громкий. Что такое вопль? Крик. Ну, крик, да, вопят. Оно здесь, скорее всего, что означает? Рыдание. Но не протест. То, что они плакали. Плакали очень громко. И когда громко плачут, говорят, о, что ты вопишь? Там прям рыдают. Подняли вопль и плакали, и сказали, нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему. Наимень же сказала, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Почему она сказала, можно ли вам медлить и не выходить замуж? То есть, допустим, они вышли замуж, ну, будучи молодыми, там, раньше на Востоке Романа выходили замуж. Допустим, им было там 17 лет. 10 лет они прожили, мужья умерли, им 27 лет. Не трогай, я вижу, видишь? 27 лет, то есть они еще молодые, 27 лет. Ну, кто вот у нас, в общем, ей 27 лет? Может, Маша была. Маша помладше, 24 лет. Ну, там плюс, плюс. Ну, примерно, да, то есть еще молодые, еще можете выйти замуж. А почему она говорила, можно ли вам медлить? То есть, вам медлить нельзя, у вас уже все, вы скоро уже выйдете из возраста молодых девушек, вас никто замуж не возьмет. А считалось позором незамужняя женщина. Просто живет незамужем, ничего, это было позорно. А потом, если вышла замуж, и детей нет, тоже позорно. То есть, считается, что Бог наказал, наказание от Бога, нет детей. А нет замужем, так вообще. Это потом уже в Новом Завете, если служить Господу, это было почетно. Потом там монастыри начали строить, замуж не выходили, жили, Богу служили, молитвы пребывали. А тогда это было очень неприлично, оставаться незамужней. И она говорила, у вас уже мало времени осталось, вам уже там вот по сколько-то лет, мы предполагаем, что это, допустим, 27, может быть, 30 лет было. Она говорит, нельзя медлить, давайте выводите замуж. Они подняли вопль, опять стали плакать, и Орфа простилась со свекрою своей, и возвратилась к народу своему, а Руф осталась с нею. Я не буду дочитывать, уже поют, пойдемте. То есть здесь весь смысл, то, что Руф сохранила преданность, мы сегодня качество изучаем. То есть она своей маме осталась с пленами. Пойдемте молиться, благодарить Господа. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Пойдемте Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Ш44 и Боже мне не помилий. Пойдем тебе всякое слава и честь и поклонение отцу. Сыну и Святомуность القву ныне пристали. Благослови, Души моя, Господа, Благослови, Господи, Благослови, Души моя, Господа, И вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, Души моя, Господа, И не забывай всех воздаляний Его, Очищающего вся беззаконие Твоя, Исцеляющего вся в недубе Твоя, Избавляющего от искрения живот Твой, Венчающего Тебя милостей щедротами, Исполняющего во благое желания Твое, Обновится я, короля юность Твоя, Творяй, милостыни Господь, И в судьбу всем обидимым, Сказал пути своя, Моисей, Сыновам Израилевым, Хотенья своя, Щедрой милости Господь, Долго терпелив и много милости, Не до конца прогневается, Ведь же не прождует, Не по беззакониям нашим сотворилось нам, Ведь же по грехам нашим воздал есть нам, Яко по высоте небес не от земли, Утвердил ли Господь милость свою на боящихся Его, И виха стоят во стуце от запад, Удаляйся от нас беззакония наша, Яко щедрит отец сыны, Ущедрит Господь боящихся Его, Яко, который познал создание наше, Победу ярко без сей сны, Человек, яко трава Него, Яко святственный так воцветет, Яко, дух правил нем и не будет, И не познает тому место своего, Милый же Господь, Яко и доверка, На боящихся Его, И правда Его, На цене сынов, Хранящих завет Его, И помнящих заповеди, И благословите я, Господь, На небесе у готова престол свой, И царство Его всеми обладает, Благословите, Господа, Все ангелы Его, Сильные крепости, Творящее Слово Его, Пусть слышите глас, Славясь Его, Благословите, Господа, Вся Силы Его, Слуги Его, Творящее Голи Его, Благословите, Господа, Все дела Его, На всяком месте владычества Его, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристои во веки веков, Аминь, Благослови, Душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, Имя Святое Его, Благослови, Ни сей Господи, Платье, Платье, Миром Господу помолимся, Господи помилуй, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй, Повернуем славную владычество нашу Богородицу, Христо, Деву Марию, Со всеми святыми помянувшие, Сами себе, Друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим, Себе, Господи, Дякую, Благослови, Человека любит Бог, Иси Тебе, Слава, Восстилаем, Отцу и Сыну, Святому Духу, Ни пристои во веки веков, Аминь, Слава, Отцу и Сыну, И Святому Духу, Хвали, Душа моя, Господа, Восхвалю Господа в животе моем, Пою Богу моему, Дову не же есть негодяй.